Итак, первая история случилась в 2014 году, 26 января, ну, из тех, что он хотел бы, я бы хотел бы сделать вот эту историю, так кажется. И было это, да, 26 января 2014 года в расчудесном каком-то 28-м поезде, проходящем через Днепропетровск в 2 часа морозной украинской ночи. Седьмой вагон. Сермяжно-боевой плацкар цинием на внутренней стороне стекла. Утепленная тетушка-проводница в теле в старомодном есеницком шушуне. Проводница, ой, а вы смотрите, тут спят. Да не, в билете все правильно. Ну, прилегли уже. Вот тут боковушечка есть, им хорошо, и вы выспитесь уже спокойненько. Вот эта спокойненько длится до следующей станции, когда в ту же засаду влетает парочка, еще пытаясь зачем-то тыкать в свои билеты. Тетушка плещет руками, привычный девест пассажирской глупости. Ну, что ж вы, вы же не видите, но тут спят же, тыкает она в меня. Ночью же прилегли. И что второе и четвертое? Я же вам сказала, сорок четвертое. Семь утра. Живым будильником по проходу туда-сюда голосом зазывало на ярмарке. Чай, кофе, мак, кофе. Чай, кофе, мак, кофе. Кофе, мак, кофе в ее распевке звучит как йогурты, йогурты. Через час перед Джон Коэм кто-то сдает белье. На проводницу накатывает приступ гостеприимства. Вы шо же же от нас собираетесь? А сколько же это время? А то у меня двое часов, и все врут. Восемь? Так вам же еще в девять. Вы же раньше не сойдете? Ни в коем разе не биотуалет не закрывается. Во всех смыслах. Не закрывается на станции, что хорошо для пассажиров, и плохо для Днепропетровска, Джанко и Симферополя. И не закрывается до конца. При опущенной щеколде между дверью и стенкой остается заметный зазор, что хорошо для извращенцев, но плохо для пассажиров. И некоторые пассажиры женского пола особенно этим недовольны. И такие, что вы? И ходите туда не по надобности, а по надобности ходите в другой конец, там для вас сделано. Затем наступает очередь соседей. Боюсь пропустить хоть слово. Благо чуть подглуховатая парочка бронится внятно и обстоятельно. И что, хохрешься? Заболел? А я говорила. Кто есть первон шапку в руке? Молчишь? Мне в горле больно. Это тебе? Это мне было больно на тебя смотреть. Вот опять, да? Вот опять. Вот все права у тебя, да? Саша, ты меня не тревожь. У меня, может, сердце теперь застряло. Я вся затекла уже. Мне встать надо. Я в туалет хочу. А это когда человек без головного убора. Ты можешь всегда так. Ну так встань уже, сходи, сделай праздник. Он идет в туалет, она к проводнице. Просить соли, теплую воду для полоскания. Возвращаются. Полощись уже, Саша. Попробуй, чтобы не горячо. Откни палец. Сама откни. Что ты на моем экспериментируешь? Я лимончика добавлю? Не надо лимончика. Так лимончик, хорошо. Не надо ли? Я добавлю, не надо ли? Ну, побирай как хочешь. Им бы ходить в Симферополе. Мне и другим не надо. Сдав белье, косятся в сторону таких, как я. Наконец, она ему объясняет. Не беспокой себя, Саша. Это они до конечной лежат. А то я сама смотрю. Что ж там с ними? Умерли? Чешу. И не таращишься на них смотреть. Неудобно. Шапку надень давай. Наконец, выходит в Симферополе. В вагоне становится тихо. Оставшиеся пару часов можно поспать. Включаю режим проезжающего. Спасибо. Спасибо. Спасибо.